Very nice. Партнер турнира компания Western Digital. Это стандартная ПВПшечка, я думаю, увидим и Колоссов здесь, и Архвона, и так далее. Посмотрим. Я думаю, и Фениксов здесь будут, потому что прямая контра Колоссам, как вы знаете, сейчас есть Фениксы. Тем более, что Фениксы сейчас строятся на 10 секунд быстрее, и против Колоссов, конечно, будут играть в ПВП. А что, кстати, там еще поменяли процесс, а то я не особо зачитываюсь. Про Фениксов я знаю, знаю, что еще поменяли, что быстрее делается Грейт на Иллюзию, а остальное нет. И Абсервер дешевле стал. Абсервер дешевле, 25-75, по-моему, лишь тип того. Ну, да. Неплохо, неплохо. Потому что Абсервер действительно был немножко дороговат. Ну, наверное, все-таки дороговат он был, да. И строится все-таки он тоже долговато, мне кажется. Хотя, не знаю, может быть. В крайней мере, время постройки они не трогали вообще. Так, делается здесь Гейтвей, абсолютно зеркальный матч, хотя Маус Мана ставит его немножко позже. Ну, давайте включим сразу же рабочих и будем смотреть. Ну, видим, да, что позже сделал на одну секунду буквально Маус Мана Гейтвей, и зато у него на одного рабочего теперь будет постоянно больше. Ну, то есть, смысл, вот, по-моему, просто Маус Хасса, он сделал на восьмом лимите пилон, а Маус Мана сделал на девятом, если я не ошибаюсь. Именно из-за этого так получилось, что у Маус Мана теперь будут на одного рабочего в свое время больше. Так, встречаются здесь пробочки, поздоровались, поехали дальше. Еще до сих пор не знают игроки. Хотя вот, мне кажется, что Маус Мана должен был поехать все-таки на эту локацию, почему-то он решил поехать именно сюда. Ну, наверное, оба игрока играют примерно по одной стратегии и посылают рабочего на разведку примерно в одно и то же время, то есть на одном и том же тайминге, на одном и том же лимите. Ну, знаешь, два тиммейта, которые друг с другом сыграли, ну, не знаю, наверное, очень много матчей и знают друг про друга абсолютно все. Да, там друга знают они, конечно, хорошо, и поэтому даже не стали они проверять эти локации. Хотя, посмотри, Хассу стал проверять ту локацию, на которой Маус Мана и даже и не было. Вот, поэтому, значит, не все они знают друг от друга. Ну, вот сейчас вот он заехал, увидит он тут все, что ему нужно увидеть, увидеть кибернетку и так далее, поймет, что у нас полное зеркало. Чем оно закончится, ну, черт его знает. Ну, как сказать, у Маус Мана до сих пор нет еще второго газа. Ну, да, нет у газа. Правда, у Хассу газ есть? Нет, у Хассу опс поставил свой газ, я вот, как только подъехала пробка, и он сразу-сразу быстро первым же рабочим тыкнул газ, ну, наверное, просто для того, чтобы Мана не втыкнул туда свой и не пришлось потом отбиваться. Ну, вот сейчас только начали у него работать рабы, и вот в то же время ставит и поляк. Ну, да, скорее всего, на самом деле. Здесь Зилут уже есть у Маус Маны, он охраняет вышку Зелнага. Одна пробочка здесь у Маны стоит тоже на вышке Зелнаги, то есть контроль карты, конечно же, сейчас. За польским игроком. Да. Так, что мы видим сейчас? У нас примерно все зеркально, по-прежнему... Ну, Robotics Facility появилась у немца. Это у Хасса, у опса, да. Да. А тут... Мана решает играть в три гейта, то есть, скорее всего, он будет пытаться выйти на локацию, либо же он построит Robotics чуть позже и будет выходить, возможно, в какие-нибудь технологии. Хотя вот он сделает сейчас в центре, и, скорее всего, Robotics в ближайшее время просто не будет. Ну, посмотрим, посмотрим, не будем загадывать. Маус Хассу... Вот Маус Хасса, я замечал за ним, что он очень-очень часто любит играть в колоссов. Быстро, с одной локации. Даже против Терранок он любит в них играть. Ты смотри, появляется сразу после Robotics'а, заказывается Starport, делается Starport, а с Robotics'а пока не делается ничего. Ну, делается Observer, во-первых. А, нет-нет-нет. А, Immortal. Иммортал, Immortal. Иммортал, в ходу, даже без обсервера. Интересная стратегия от Маус Хассу. Видимо, он рассчитывает на то, что сейчас его оппонент пойдет в колоссов. Потому что смысла делать Starport просто нет. Потому что просто газа не хватать будет. Ну, опять же, затратно. У вас и Starport'ов все делается за счет газа. И два сразу Immortal'а заказываются, да, в Robotics'е. То есть газа просто не будет хватать однозначно на фениксов. Ну, возможно, он просто сделал вот чисто вот так сейвово. Если будут колоссы, то уже наспамят фениксов, да, чтобы не терять время. Заказал он одного феникса, он, конечно же, будет служить именно для разведки сейчас. Естественно, не для Хараса. У Маус Манеджа... А, тоже строится Robotics и делается Blink. Слушай, ты знаешь, как-то они так затратно играют. Я не знаю, будет ли вообще хватать газа у того и того игрока, чтобы строиться с этих зданий. Потому что и Blink, и Сталкеры, это же все стоит больших зложей. Ну, не знаю, что-то не знают, по-моему, эти два парня. И оба стоят на своих чокпоинтах, никуда не идут. Там мы видим два Immortal'а, тут пять-шесть Сталкеров. Сталкеров, ну, Сталкера с Blink'ом... Блин, Vision у нас будет... Что, Observer у нас чисто для Vision'а будет? Чисто для того, чтобы заблинкаться, по-моему, на High Ground у Маны? Это очень интересная стратегия. Оба игрока делали антиколоссную стратегию, на самом-то деле. И получилось так, что, я даже не знаю, скорее всего, сейчас в плюсе будет Маусмана, потому что на данный момент Фениксы, они абсолютно бесполезны. Да, вот они убили одну пробочку, они... И смотри, Blink на Main сносится просто... Я же говорю, вот именно для этого им нужен был. Именно для этого им нужен был этот Observer, чтобы Blink'ануться и тут нахарасить. Вот убить два пилота, можно еще убить двух Зелотов и убежать. Вот, не потерял... Нет, потерял одного. И Фениксы, они вообще не нужны были сейчас. Нужно, конечно, тоже построить Observer. Да, вот заказал только сейчас Observer. Маус Хасу, естественно, у него есть Фениксы, он может Observer очень просто убить. Вот, поднимается... Кстати, все-таки Фениксы пригодились, видишь, да, что поднимается один Сталкер. Правда, нечем его убивать. Здесь у Хасу только один Сталкер. Ну, убить он... Медленно, но уверенно все-таки убил. Зачем его строить Зелотов? Непонятно ли мне немножко? Зелоты, вроде бы как, не могут Blink'оваться. Может, польский читер что-то придумал, и у него могут Зелоты Blink'оваться. Смотри, здесь ставит Хасу Пилон. Вот, тоже. Примерно в том же месте. И будет пытаться в спину забежать, что ли? Ну, в принципе, ему бояться нечего. У него здесь стоит три Мортала, и как бы в лоб его не пропушат, наверное. Вот этих 700 Килов никак. Маус Мана будет пытаться убить еще один Пилон, у него есть возможность, здесь нет абсолютно ничего. Хотя нет, все-таки решил отступить, и... Хотя можно было, можно было убить... Но тут Хасу тем временем убил этих двух муастрадальных Зелотов с помощью... Видишь, Фениксы все-таки приносят какие-то свои... Парши вот найдет Абсервера, убьет Абсервера. Фениксы не контролятся абсолютно, но здесь пролетел Фениксы, снялась половина Хилсов. Ну, как-то не уверен, что сейчас пролетел Хасу Пилон. Он, конечно, сделал разведку, но... Он убил Абсервера, он все-таки решил убить Абсервера, и полетел в лоб на него, и это у него получилось. Сейчас не может, не может Мана блинкаться прямо на хайграунде, потому что у него нету вижена. И, ты знаешь, мне кажется, он начинает медленно проигрывать, потому что Хасу Опс занимает локацию. Хасу Опс, во-первых, самое главное, Хасу Опс... У него сейчас есть контроль карты. За счет Фениксов у него контроль карты. Он знает абсолютно все, что делает его оппонент. Маус Манеджер... Ну, он просто может бояться блинковаться, потому что, ну, мало ли что там у него есть. И где стоят вообще юниты Хасу Опса. Абсервера-то своего он потерял. Да, добавляется Роботикс Бэй у Хасу Опса, и будут это все-таки колоссы, и добавляется еще один гейт, ну... Маус Манеджер предпринимает решение сейчас просто пушить своего оппонента. По-моему, это файл. По-моему, это не файл, потому что у Маус Хасу нету Абсервера, да? У него даже нету центра. У него центра, я хотел сказать, нету. Смотри, он спускается вниз, защищает свою локацию. Ух ты! У меня вот есть Феникс, про Фениксов-то я забыл, и Фениксов сейчас должны зарулить. Ой, Фениксы поднимают двух-трех, но все равно здесь Иммортал, и вытаскивает огромное количество демеджа. Ну и все-таки... Ай, блинкуется прямо в голову, прямо в голову Хасу Обсу, заблинковался Мана. Не остается у него практически ничего, и локация как раз в эту же секунду достраивается Нексус, и нельзя его теперь отменить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фениксы просто не зарешали. Хотя, с другой стороны, мне кажется, можно было проконтролить Хасу Обса лучше немножко. Ну это значит, что Хасу Обс решил, блин, ну раз Фениксы теперь строятся так мало времени, закажу-ка я очень много Феникса, вайморт. Давай сейчас, вот, вы сейчас же Джиджи Хасу Обс понимаете, что проиграл. Вот мне кажется, что именно это решили просто две центры, которые не было у Хасу Обса. Если бы у него были две центры, он бы просто этими двумя центрами перегородил полностью проход. Да-да-да, ничего бы не случилось. Да-да, и смог бы спокойно подспамить бы юнитов, и, я думаю, спокойно отбиться. Потому что у него было много Фениксов, ему там не хватило буквально 30-40 секунд, чтобы отбиться. Потому что у него не хватало двух центрей, у него не хватало сталкеров. Ну, ладно. Ну что, и у нас может быть опять то же самое, что в прошлой игре. Мана, которому нужно выигрывать 2-0, может сейчас выиграть 2-0 и оставить своего тиммейта за бортом турнира. Давай сейчас посмотрим, загружаем пока реплеи. Да, загружаю я Дельта Квадрант. Ставлю паузу. Дельта Квадрант. Карта, вот, какая-то мрачная карта, не знаю. Мне она не по душе. Дельта Квадрант.